Внимание многих специалистов и простых болельщиков приковано к обновленному ростеру Миннесоты. В команду пришли два первых пика. В команду Миннесота по обмену пришел также довольно хороший тяжелый форвард Адеуш Янг, у Тимбервулс Акреп Горги Дженг. И многие ждали старт сезона, чтобы увидеть, будет ли у них что-то получаться, какую игру будет показывать Уиггинс, сможет ли вернуться на хотя бы какой-то уровень после провального первого сезона Энтони Беннетт. Но пока та игра, которую показывает Миннесота, она совершенно не вдохновляет. Рубио травмирован, Пекович травмирован. Те игроки, которые выходят вместо них, не показывают особенных результатов. Какие-то отдельные всплески мы видим от Уиггинса, но в целом пока он проваливает начало чемпионата. Горги Дженг в принципе довольно неплохо справляется с ролью сменщика Пековича, но тем не менее все равно его энергии не хватает для того, чтобы Миннесота уютно себя чувствовала под счетами. И в целом пока те ожидания, которые могут быть завышены, которые были у баскетболистов, от их новых партнеров, у тренера Сондерса, они не оправдываются. И Миннесота, к сожалению, является одной из самых худших команд западной конференции. После 10-15 матчей тяжело сказать, насколько позитивно или негативно отразился на игре Миннесоты обменковина лава. Но пока все же склонюсь к тому, что это было правильное решение. И все равно, если бы был лав в составе Миннесоты, вряд ли бы они показывали результаты намного превышающие те показатели, которые у них есть сейчас.